Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортмикс» в студии Тахир Гафуров. А спонсором нашей передачи выступает торговый дом Дордой Плаза. Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены! Огромный ассортимент спортивных товаров, популярных брендов для взрослых и детей. Дордой Плаза. Все для вашей спортивной семьи. Во дворце спорта имени Кабау Лука Жамкула прошел традиционный международный турнир по боксу, посвященный памяти героя Советского Союза Душинкула Шапокова. И сегодня наш рассказ об этом спортивном мероприятии. А спонсором рубрики «Спортплощадка» выступает спортивно-развлекательный центр «Сан-Сити». Кабау Лука Жамкула Шапокова. 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 Дворцы спорта Дворцы спорта Дворцы спорта Дворцы спорта Дворцы спорта Дворцы спорта Душибаев Дворцы спорта Дворцы спорта Кыргызстана 2019, 2020 и 2021 годов. В этом году Нуржигит Душибаев стал серебряным призером международного турнира Белград Виннер. Турнамент в Сербии. Кстати, на этом турнире Нуржигит в полуфинале выиграл действующего чемпиона мира из Казахстана Тимиртаса Жусупова. Но правда чемпионом мира Тимиртас Жусупов стал в другой весовой категории до 48 килограмм, но тем не менее чемпион мира есть чемпион мира. А вот в финальном бою Нуржигит Душибаев уступил представителю Англии Киарану Макдональду и в итоге стал серебряным призером. Тренируется Нуржигит под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Бейшена Саботарова и Аделета Саботарова. Любители бокса этого тренера, конечно, знают Бейшена Саботарова. Один из его воспитанников Айбек Абдемамунов в 2004 году стал чемпионом мира среди молодежи. И в том же году Айбек Абдемамунов завоевал лицензию на Олимпийские игры в Афины и участвовал в Олимпиаде. Итак, близится у нас к завершению первый раунд. Довольно интересный бокс показывают нам спортсмены. Идет обмен ударами. На мой взгляд, поточнее работает Нуржигит Душибаев, хорошо держит дистанцию и, сближаясь, в принципе, атакует, работает в корпус и набирает очки. Делает рефери о замечании обоим спортсменов, чтобы не били друг друга по затылку. И бой продолжается. Бронзовыми призерами в этой весовой категории до 51 килограмма стали Туркбай Уэлу Мерлан и Анвар Хаджиев. Оба боксера представляли Кыргызстан. Пытается прижать канатом нашего боксера, обдумажить Манапов. Но, в принципе, выходит из этого положения кыргызстанец. И первый раунд завершен. Вот Бейшин Саботаров качает головой. Видимо, что-то не понравилось в первом раунде. Не понравилось, как боксировал его подопечный Нуржигит Душибаев. И, видимо, в перерыве наставник спортсмена подскажет ему, как вести бой во втором раунде. Вот здесь, да, пропустил Нуржигит Душибаев. Не надо, конечно же, идти в обмен. И второй раунд финального боя в категории до 51 килограмма. Обдумажит Манапов. Узбекистан. 2000 года рождения. Мастер спорта. Боксом занимается 8 лет. Делает рефери на ринге замечание Узбекистанцу за опасное движение головой. Нужно быть, конечно же, поосторожней, так как можно нанести сопернику травму, нанести рассечение. И тогда бой может быть остановлен, если врач снимет боксера, посчитает, что рассечение серьезное. А это, конечно же, обидно. Итак, Обдумажит Манапов провел 58 боев. 55 из них одержал победу. Является призером чемпионата Узбекистана 2021 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Республики Узбекистан Хамида Усунова. У нас вновь тут идет обмен ударами. Входят боксеры в клинч. И вновь рефери на ковре делает замечание. На этот раз Нурджигит Душибаеву. И бой продолжается. Вообще, узбекистанская школа бокса в настоящее время, как вы знаете, является в мире лидирующей, можно сказать. Узбекистанцы были первыми на Олимпийских играх во время Жанейро. То есть, заняли первое общекомандное место в прошлом году на чемпионате мира. И на чемпионате Азии также завоевали первое командное место. Но вот, получил все-таки рассечение Нурджигит Душибаев. Видим, врач его осматривает. И в принципе, небольшое, видимо, рассечение получил Нурджигит Душибаев. Так как врач разрешил ему продолжить поединок, значит, ничего серьезного пока. Разворачивается вот с соперникой к сопернику, обдумажит Манатов. Этого делать, конечно же, нельзя. Нужно боксировать лицом к сопернику. Входит узбекистанец в клинч. И бой продолжается. В настоящее время президентом Национальной Федерации бокса Кыргызской Республики является мастер спорта Советского Союза по боксу. В начале 2000-х он уже возглавлял Национальную Федерацию бокса. Потом уступил, так сказать, свое место Абдибакиту Халмурзаеву, который в течение ряда лет был президентом Национальной Федерации бокса Кыргызстана. И вот в прошлом году на чемпионате Кыргызской Республики он был избран президентом Национальной Федерации бокса. А у нас завершен раунд. И мы смотрим наиболее интересные атаки в исполнении боксеров. Обоюдоострый, так сказать, бокс показали спортсмены. Ну вот, в принципе, неплохо работает Норжгид Душибаев. Хороший держит дистанцию. Но вот здесь он пропустил пару ударов. И решающий третий раунд финального боя весовой категории до 51 килограмма. Кстати, в этом году Абдибакиту Халмурзаев, президент нашей Федерации, принял участие в неочередном конгрессе Международной Федерации любительского бокса, который прошел в Турции, в Стамбуле. Как вы знаете, в настоящее время действующим президентом Международной Ассоциации бокса является россиянин Марк Кремлев. То есть он был до этого избран президентом, а вот на внеочередном конгрессе, который, как я уже говорил, состоялся в мае в Стамбуле, он был переизбран на новый срок. Кстати, он был единственным кандидатом на выборах, так как кандидатура голландца Бориса Вандерферста была призвана недействительной по причине нарушений правил Международной Федерации из-за его участия в другой международной боксерской организации. Это правилами запрещено. Но Умара Кремлева уже, в принципе, в боксе в мировом знают. В 2017 году он занял пост генерального секретаря Федерации бокса России. В ноябре 2018 года Умар Кремлев вошел в исполком Международной Ассоциации бокса. А в декабре 2020 года он был избран президентом Международной Федерации. Ну и, кстати, с приходом Умара Кремлева очень многое поменялось в боксе в лучшую сторону. Так, например, впервые в прошлом году на чемпионате мира был установлен призовой фонд и довольно неплохой. 100 тысяч евро получал боксер за победу на чемпионате мира. Ну и, соответственно, были призовые для боксеров, занявшие второе и третье места. И это, конечно, хорошая, так сказать, помощь боксерам. То есть они выступают на любительском ринге и, в принципе, могут получить хорошее вознаграждение за свои выступления. Итак, завершен у нас третий раунд поединка. Сейчас мы посмотрим наиболее интересные атаки в исполнении боксеров. И затем будет объявлен победитель. Вот неплохая контратака в исполнении Нуржигита Душибаева. Довольно хорошо он держит дистанцию. И когда надо, вот вы видите, он разрывает дистанцию и наносит точный удар. Вот еще один хороший, точный удар, который засчитывается, конечно, рефери. Считаем тачки. И в итоге победу в этом бою одержал Нуржигит Душибаева. Следующая весовая категория до 57 килограмм. Здесь встретились кыргызстанец Тургунбек Иманкадыров. Он занимает красный угол ринга и в синем углу соперники его из Узбекистана Самандар Халмурадов. Тургунбек Иманкадыров 2003 года рождения является кандидатом в мастера спорта. Боксом занимается 6 лет, счет боя не ведет. Тренируется Тургунбек Иманкадыров под руководством Талагонову Данияра. Его соперник Самандар Халмурадов 2000 года рождения на 3 года. Старший узбекистанец Тургунбека является мастером спорта международного класса. Боксом занимается 10 лет. Самандар Халмурадов является чемпионом Азии среди молодежи 2017 года, бронзовым призером международного турнира Кубок Агаларова 2017 года. Этот турнир проводится в столице Азербайджана, в городе Баку. Также Самандар Халмурадов является серебряным призером молодежного чемпионата Азии 2018 года. Тренируется под руководством заслуженных тренеров Узбекистана Ашковакова и Тугарова. Итак, Тургунбек Иманкадыров работает первым номером, занимает центр ринга и, в принципе, довольно удачно атакует. А вот узбекистанец старается работать на контратаке. В контратаках пытается вытянуть на себя нашего боксера и затем атаковать. Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Тимур Кинджиакин и Алибек Жаркинбек. Оба боксера представляли Республику Казахстан. Кстати, в этот раз почетным гостем 44-го, кстати, международного турнира памяти героя Советского Союза Дельсинкула Шапокова был чемпион мира 1989 года по боксу Андрей Курнявко. И это, конечно же, придало соревнованию особый, так сказать, колорит Андрей Курнявко присутствовал на соревнованиях. И, конечно же, все боксеры знают этого выдающегося спортсмена. И вот Андрей Курнявко прибыл в Бишкек по приглашению заслуженного тренера Кыргызской Республики и Республики Казахстан Калима Васильевича. Он пригласил его на турнир и таким образом смог Андрей Курнявко присутствовать на этих соревнованиях. Итак, завершен первый раунд. Красный угол ринга отдыхает Тургунбек и Манкадыров. Ну а мы с вами давайте посмотрим наиболее интересные атаки в исполнении боксеров. Довольно неплохая атака в исполнении Кыргызстанца. Здесь вот Канатан попытался прижать Тургунбек и Манкадыров своего соперника. И вот атака в корпус, тоже которая принесла дополнительные очки нашему боксеру. Ну и судя по всему, в первом раунде Тургунбек и Манкадыров был более точным. И я думаю, что первый раунд он все-таки выиграл. Ну а мы смотрим с вами вторые три минуты финального боя весовой категории до 57 килограмм. Кстати, в этом году наши боксеры уже приняли участие в целом ряде международных турниров и довольно-таки неплохо. Нужно сказать о том, что практически поменялся у нас состав национальной сборной Кыргызстана. Пришла у нас молодежь в сборную и показывает довольно неплохой бокс. Так, например, на чемпионате Азии среди боксеров до 22 лет, который прошел в столице Урбекистана, городе Ташкент, наши боксеры завоевали целый ряд медалей. Так, серебряными призерами стали Мерзахид и Мамназаров в категории до 63,5 килограмм, а Самкуеву в Культанме весе до 67 килограмм, Рустанбеку Нур-1 в категории до 71 килограмма и Рэзбеку Улу-Рустан весовой категории до 92 килограмм. Ну и также ряд спортсменов завоевали бронзу и медали. Это Анвар Хаджиев весовой категории до 48 килограмм, Рэзбек Бектенов весе до 60 килограмм, Бекжигит Улу-Мурбек в категории до 80 килограмм и Токтасун Улу-Бакит весовой категории до 86 килограмм. То есть, в принципе, как бы возраст до 22 лет, но как бы считается молодежь, но на самом деле в этом возрасте уже боксеры выступают во взрослых соревнованиях. Ну и, конечно же, любители бокса, любители спорта знают, что, допустим, многие кубинские боксеры становились чемпионами Олимпийских игр уже в 18-летнем возрасте. Так что 22 года – это уже довольно зрелые спортсмены. И вот целый ряд медалей, как я уже сказал, на чемпионате Азии наши ребята завоевали. Затем приняли наши боксеры участие в турнире «Странжа», который прошел в столице Болгарии, Софии. И в итоге два наших боксера завоевали бронзовые медали. Это Абдежапар Улу-Фургак в категории до 71 килограмма и Турбай Уллан в весовой категории до 48 килограмм. Итак, идет у нас второй раунд, близится к завершению. По-прежнему первым номером работает Тургунбек и Манкадыров. И второй раунд завершен. И, судя по всему, секунданты Олдикестанского боксера решили после второго раунда снять своего спортсмена. Видимо, повредил он плечо левое. И в итоге тренерский состав решил бой, так сказать, прекратить. Ну а мы смотрим атаки в исполнении Тургунбека и Манкадырова. И в итоге досрочная победа кыргызстанца. Не смог у пикистанец продолжить этот поединок. И победу одержал таким образом Тургунбек и Манкадыров. Следующая весовая категория до 60 килограмм. Здесь встретились два кыргызстанца. Это Сейдбекуулу Мунарбек и Азизбекуулу Байяман. Мунарбек в красном углу ринга и в синем углу ринга Байяман. Сейдбекуулу Мунарбек 1996 года рождения. Мастер спорта, боксом занимается 14 лет. Счет боям не ведет. Мунарбек является бронзовым призером первенства Азии 2014 года среди юниоров. Бронзовый призер международного турнира памяти дочинкула Шапукова 2017 года. Серебряный призер чемпионата страны 2017 года. Чемпион Каргарской республики 2018 года. В том же 2018 году Сейдбекуулу Мунарбек стал серебряным призером международного турнира Шапукова и завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди студентов. В 2019 году Мунарбек завоевал серебряную медаль на международном турнире памяти Виктора Ливенцева. Этот турнир проводится в Беларуси. Тогда он в финале уступил испанцу Джойсу Куилису. Кроме того, Мунарбек является серебряным призером чемпионата Кыргызстана 2019 и 2020 годов. Оба раза в финале он уступил Сейдбекуулу Акклбеку. Также Сейдбекуулу Мунарбек является участником чемпионата Азии 2020 года. Тогда в четвертьфинале он уступил Альдинебату Ценбанатару из Монголии. Ну а в этом году Мунарбек стал победителем международного турнира Белград-Венер турнамент в Сербии. Тренируется Сейдбекуулу Мунарбек под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Беганаса Султанбаева. К данным соревнованиям его готовили Беганас Султанбаев и заслуженный тренер Кыргызской республики Тургалы Амор. Это вот все, что касается Сейдбекуулу Мунарбека. Но об Азизбекуулу Баймане в принципе сказать ничего не могу. Третье место в этой весовой категории до 60 кг заняли Калыс Алиякберов и Айдар Араскулов. Оба боксера представляли Кыргызстан. Ну а по ходу боя вы видите, что довольно уверенно проводит этот финальный бой Сейдбекуулу Мунарбек. Побольше опыта у этого боксера, чем у Сейдбекуулу Баймана. Мы видим, что довольно грамотно работает Мунарбек. И по большому счету переигрывает он своего оппонента. Итак, завершен первый раунд. Красный угол ринга отдыхает Сейдбекулу Мунарбек. Ну а мы давайте посмотрим атаки в исполнении Мунарбека. И вот, как мы видим, хорошо он держит дистанцию. Контратакует и в контратаках набирает очки. Попадает он и в голову, работает по корпусу соперника. И вообще, как вы видите, проводит бой довольно на таком высоком уровне Сейдбекуулу Мунарбек. И вот, по-моему, единственный раз, когда атака Азизбекулу Баймана достигла цели. Итак, второй раунд. Второй раунд начался. Азизбекулу Байман пытается захватить инициативу. Начал сразу же работать первым номером. Бросился в атаку, но остужает, так сказать, его пыл. Сейдбекулу Мунарбек не торопится. Довольно грамотно работает, держит дистанцию и довольно грамотно атакует Мунарбек. И во всех смыслах, можно сказать, Мунарбек переигрывает своего более молодого, так сказать, соперника. Следующими стартами, в которых принимали участие наши боксеры, был чемпионат Азии среди юношей и молодежи в столице Иордании, городе Аман. И там тоже наши боксеры завоевали целый ряд медалей. В соревнованиях среди юношей серебряным призером стал Эмир Калычбеков весовой категории до 50 кг. А бронзовых наград удостоились Зафарбек Камилов в категории до 46 кг, Даниэр Тимирханов весит до 48 кг, Рамзан Кадыров весовой категории до 63 кг, Мухаммед Азиз Закиров весит до 75 кг и Азиз Чайбек весовой категории до 80 кг. Итак, бой остановлен. Решили остановить бой секунданты боксера синего угла. По ходу боя вы, конечно же, видели, что довольно явно переигрывает Сейбеку Луну Варбек своего соперника Азизбеку Луну Варбек. Ну и вот решили секунданты боя мана остановить этот бой, ну чтобы, так сказать, не причинить боя ману вред здоровью. В итоге победу в этом бою одержал Цейбеку Луну Варбек. Ну и еще один бой мы предлагаем вашему вниманию. Весовая категория до 80 кг. Здесь встретились Бигжигит Улу Омурбек, красный угол ринга. И соперником Омурбека в этом поединке был представитель Узбекистана Жасурбек Юлдашев. Омурбек 2000 года рождения. Мастер спорта международного класса. Боксом занимается 6 лет, является чемпионом Кыргызской республики 2018, 2019 и 2020 годов. Победитель международного турнира Белград-Венер Турнамент в Сербии 2022 года. Кстати, в финале Омурбек нанес поражение марокканцу Мохаммеду Ассагеру. Также Бигжигит Улу Омурбек является бронзовым призером чемпионата Азии среди боксеров до 22 лет 2022 года. Кстати, на этом чемпионате Азии Бигжигит Улу Омурбек в полуфинале уступил именно вот этому Омурбекистанцу Джасурбеку Юлдашеву, с которым он сейчас боксирует на международном турнире Шапопова в финале международного турнира. Так сказать, вполне можно взять реванш за поражение на чемпионате Азии. Тренируется Бигжигит Улу Омурбек под руководством заслуженного мастера спорта Кыргызской республики Талайбека Катаралиева и заслуженного тренера Кыргызской республики и республики Казахстан Тёк Лима Васильевича. Жасурбек Юлдашев, Узбекистан, 2003 года рождения, мастер спорта международного класса, боксом занимается 9 лет, чемпион Азии 2022 года среди боксеров до 22 лет. Тренируется под руководством заслуженных тренеров Азии Кыргызской республики Кыргызской республики Казахстана. Ну а бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Сеймек Пазылов в Кыргызстан и Иркебулан Акимбаев в Казахстане. Итак, близится у нас к завершению первый раунд. Пытается прижать канатом Омурбек Ажасурбек Юлдашев, но Рикжевикова Омурбек довольно уверенно проводит этот поединок. Ну и кстати, Омурбек на чемпионате мира 2021 года дошел до четверти нала. Буквально вот немного ему не хватило, чтобы выиграть медаль чемпионата мира. Пока нет у нас призеров чемпионата мира по боксу, я имею ввиду за время независимости. Кстати, трое наших боксеров вошли в четвертьфинал, но ни один из них не смогли пробиться в полуфинал. К сожалению, но будем надеяться, что все еще впереди. Итак, завершен у нас первый раунд. Красный угол ринга отдыхает Бек Жигиту Омурбек. И вот ему секундирует заслуженный мастер спорта Кыргызстана Талайбек Кадралеев. И вторым секундантом у Омурбека был призер чемпионата Азии, участник Олимпийских игр в Сиднее. Владислав Визильтер, тоже довольно известный наш боксер. И вот они готовили Омурбека к этим соревнованиям. Итак, второй раунд финального боя весовой категории до 80 килограмм. Ну так вот, по юношам, как прошел чемпионат Азии, я вам рассказал. А среди молодежи у нас есть чемпион. Золотую медаль чемпионата Азии среди молодежи завоевал Алмаз Аразбеков. Серебряными призерами стали Бекзад Аргешев, и Акжул Ацалбекуулу. И бронзовых наград удостоились Санжар Танетбеков, Арген Бактебеков и Жаадарбек Сапарбеков. Кстати, радует тот факт, что появились у нас боксеры молодые в тяжелом и супертяжелом весе. Вот Арген Бактебеков стал бронзовым призером в категории до 96 килограмм, а Жаадарбек Сапарбеков завоевал бронзовую медаль весовой категории свыше 96 килограмм. Ну, как любители спорта знают, у нас в единоборствах всегда проблематично с тяжелым и супертяжелым весом. Это не только касается бокса, но и борьбы различных видов больной, греко-римской, самбо, ну и других единоборствах. Так что отрадно, что теперь есть у нас боксеры и в тяжелых, супертяжелой весовой категории. Следующими соревнованиями, в которых приняли участие наши боксеры, стал международный турнир памяти Абдесалана Нурмаханова в Казахстане. Он проходил в городе Туркестан и бронзовых наград на этих соревнованиях удостоились Женишил Патов весит до 48 килограмм и Жаркен Туратов в весовой категории до 75 килограмм. Это я вам рассказываю о турнирах, в которых приняли участие каргастанские боксеры уже в этом, в 2022 году. И вот на международном турнире Белград-Венер турнамент в Сербии золотых медалей удостоились от весовой категории до 57 килограмм Сейдбек у Лу-Монарбек, как я уже говорил, и 10 до 80 килограмм Бек-Жигит у Лу-Монарбек. Серебряным призером весовой категории до 51 килограмм, но еще раз напомню, стал Нур-Жигит Душибаев. К большему участию мы с вами смотрели самые первые весовые категории до 51 килограмма. Ну и бронзовой медалью удостоился в весе до 57 килограмм Санджар Сейдакматов. Ну и еще в одном турнире в городе Алматы в Казахстане приняли участие наши боксеры. Это международный турнир памяти Сагадата Нур-Магамбетова. Там наши ребята завоевали две медали. Победителем турнира стал Санджар Ахматов в весовой категории до 80 килограмм. И бронзовой наградой удостоился Асалбеком Анкул-Улу весе до 48 килограмм. То есть, как вы видите, практически со всех соревнований наши боксеры приезжают с медалями. И это, конечно же, радует. Ну и можно сказать еще о том, что уже официально определены весовые категории, которые будут в программе Олимпийских игр 2024 года. Так в турнире по боксу в столице Франции, городе Париж, примут участие 124 боксера-мужчины и 124 женщины. Женщины будут соревноваться в весовых категориях до 50, до 54, до 57, до 60, до 66 и 75 килограмм. То есть, женский бокс будет представлен в шести весовых категориях. Мужчины будут биться в семи весовых категориях. Это весовая категория до 51 килограмма, весовая категория до 57 килограмм, ну и также весовые категории до 63,5, до 71, до 80, до 92 и свыше 92 килограмм. То есть, остается только завоевать олимпийские лицензии и принять участие в олимпийском турнире. Конечно же, давно нам этого хочется. В 2016 году один наш боксер принял участие на олимпийских играх в Риаде Жанейро. Это Адолбеку Уверкин. В Токио, к сожалению, наши боксеры не были представлены, не сумели завоевать путевки. Но самое большое количество боксеров у нас было на олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. Тогда пять представителей Кыргызстана вышли на Сиднейский рим. Это Норбек Косенов, Владислав Визинтер, Алексей Катулевский, Алмазбек Раинкулов и Талай Кадралиев. Ну и, кстати, Алмазбек Раинкулов дошел до четверти полуфинально и всего два очка уступил мексиканцу Бенитесу. 14-12 закончился счет в ходе мексиканца. Чуть-чуть тогда у Норбеку не хватило для завоевания медалей олимпийских игр. Ну, то есть до момента, чтобы он вышел в полуфинал, а, как вы знаете, полуфинал уже гарантирует как минимум бронзовую награду. Итак, близится у нас к завершению третий раунд. Тут уже немного у нас борьбы пошло. Делает наш рефери международного класса АИВА. Мукашер Савелик замечания боксера. И бой продолжается. Довольно неплохая атака для располнения бигзи-битра у Норбека. В принципе, довольно точно работает боксер. И в основном на контратаках. Имеет небольшое преимущество в росте у Норбекистанец. Соответственно, по длине у него руки. Вот еще одна прекрасная атака в исполнении киргистанца. И, в принципе, потихоньку бигзи-битра у Норбек очки набирает. В итоге бой завершен. Ну и пока вы будете смотреть повторы, я скажу, что чемпионами в других весовых категориях стали узбекистанцы Аселбек Жалилов, Глазизбек Фатоев, Абдулазис Абдупатаев, Диербек Уролов и Жахангир Закиров. Также победителями турнира стали киргистанцы Ислан Тарабаев, Норсанит Аминджанов и Абдулазис Абдупатаев. Ну а в этом бою победу одержал бензи-битра Оуну Амурбек. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон» 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 Умара Кремлева И достаточно активно выступал И на сегодняшний день Наша федерация бокса Думаю, во главе с нашим президентом Будет активно работать Сейчас у нас первый вице-президент Это у нас Орзбек Назаров Наш чемпион мира среди профессионалов Он тоже сейчас поручился Говорит, давайте планы пишите Концепцию пишите И будем в другом формате уже Работать с нашими боксерами С тренерами, с судьями Новшества будут В этом году 95 лет Национальной федерации бокса Будут ли какие-то мероприятия Празднования Или еще что-то И вообще Можно немного даже вспомнить по истории Вот 95 лет все-таки Да 27 февраля 1927 году Во Фрунзе открылся первый Боксерский клуб И с этого момента День рождения нашего кыргызского бокса Оттуда начинается Пока на сегодняшний день Мы вот эти мероприятия Еще Не начали, но Отрабатываем И конечно же мы это 95-летие кыргызского бокса Мы обязательно отметим Хочется отметить, что За эти годы Наш кыргызский бокс Очень больших результатов добился И отметить наших первых тренеров Первых мастеров спорта Первый наш тренер Это был Сугробов Начинающий наши тренеры Там Также Первый наш заслуженный тренер Кыргызский сэр Это Клим Васильевич Те Потом пошли наши заслуженные тренеры Адекулов Аламгазад Акулович Владимир Аткин Вот такие наши самые первые заслуженные тренера Пошли оттуда Также хочется вспомнить историю Что вы достаточно знаете Что Гришковец Наш чемпион Советского Союза Это первый Наш чемпион Советского Союза 1977 года До сих пор работает тренером в строю Конечно же в этом году Наши ребята планируют провести В честь его турнир Это будет 20-25 числах июня Во дворце спорта И конечно же я хочу отметить Чтобы люди которые будут свободны Чтобы пришли посмотрели на этот турнир Также хочу отметить Что наших первых чемпионов Это чемпион мира наш Андрей Курнявко Андрей Курнявко в 89 году Он стал первым чемпионом мира у нас Мы конечно ждем Следующих, последующих чемпионов Одна загвоздка у нас есть У нас нету олимпийской медали К сожалению Но ждем Ждем Эта надежда у нас остается в душе Мы как-то наши ветераны бокса Тоже вот пользуюсь моментом Всех хочу поздравить С вот этой датой 95-летиям Наших ветеранов бокса Любителей бокса Долго мы ждем Вот эту олимпийскую медаль Я думаю Вот эти наши ветераны Тоже хотят увидеть Эту медаль Я тоже хочу их поздравить С этим юбилеем Здоровья им Благополучия, терпения Я надеюсь Что вы дождетесь Наши ветераны Олимпийскую медаль Ну теперь По планам Какие мероприятия Планируются в этом году Куда поедут наши ребята На какие турниры Ну в этом году У нас Планы были Очень грандиозные Но к сожалению Чемпионат Азии Перенесли Азиатские игры Тоже Под вопросом стали И у нас Планы тоже изменились А так На сегодняшний день Наша сборная команда Национальная сборная команда Кыргызской республики Выехала на совместные сборы В город Астана Где казаки нас пригласили На совместные сборы После этих совместных сборов Сразу состоится там В Астане турнир Это довольно Такой Интересный Такой турнир Где будут боксировать Тоже первые номера Казахстана Узбекистана И наши Решили туда поехать И совместные сборы С казаками провести И там остаться И участвовать На этих соревнованиях Далее Планы у нас Какие Вот Мы немножко Оставили Наш юношеский бокс Наш молодежный бокс Так как Оттуда идет Ко взрослому боксу Поэтому Вот здесь мы Немножко отстали Поэтому мы сейчас Начнем Значит Где-то искать Спонсоров Где-то искать Возможности И юношеский И молодежный спорт Тоже Сборами Насыщать И соревнованиями Чтобы набирались Опыта Как наш уважаемый Розубик Политович Говорил Мы говорим К 18 годам По 200 боев Набирали А сейчас Ребята К 25 годам Столько набирают Поэтому Наверное С юношей И надо начинать Эти возить Еще Хотелось бы Отметить Что вот Наш женский босс Я вначале говорил Немножко У нас тоже Только начинается У нас такой Металитет Только девочки Начинают Набирать форму Только начинают Уже показывать Результаты И как-то Уходят С бокса Сейчас Старший тренер У нас Сыдагалиев Алым Он тоже Довольно Такой Грамотный Тренер Надеюсь На него Возлагаем Большие надежды Чтобы он Воспитал Тоже Наших чемпионок По боксу Ну Для этого Конечно Нужно Финансировать Его Надо Возить На УТС Совместные С казаками Узбеками Далеко Нам не надо Ездить У нас Лидеры Мирового бокса Рядом Узбеки Казаки Россияне Будем Отсюда Исходить Если появятся Какие-то Возможности Конечно В дальние Зарубежи Тоже Будем ездить В планах Это есть Ну что ж Разбек Удачи Национальной Федерации Бокса Чтобы Все Что задумали Исполнилось Свершилось Ну и В завершении Разговора Можете Пару слов Сказать Телезрителям Ну Я хочу Сказать Всем любителям Спорта Всем любителям Бокса Давно Я вот Повторяю Что мы Хотим Увидеть Олимпийскую Медаль Тем более Наши ветераны Наверное Соскучились По нашим медалям Олимпийским По Мировым По Большим Международным Турнирам Где наши Будут завоевывать Медали Надеемся Надеемся Мы будем Работать Наша федерация И вы Увидите Эти медали В ближайшем Будущем Здоровья вам Удачи И успехов У нас в гостях Был Исполнительный Директор Национальной Федерации Бокса Кыргызской Республики Разбек Евгачев Спасибо Что пришли Разбек До свидания До свидания А сейчас Наша традиционная Рубрика Из которой Вы узнаете О новостях Карвин Спорт Клуба Карвин Спорт Клуб Это спортивно-оздоровительный комплекс С огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса И здорового образа жизни Кроме того Это довольно дружная и большая семья Которая всегда рада гостям и новым друзьям Недавно Карвин Спорт Клуб посетила Наверное Одна из самых известных На данный момент Спортсменок мира Валентина Шевченко Напомним, что Валентина Шевченко Является Действующей чемпионкой UFC В наилегчайшем Бесе И занимает Первую строчку Официального Рейтинга UFC Среди лучших бойцов Независимо от Женской весовой категории Кроме того Она является 11-ти кратной чемпионкой мира По тайскому боксу 3-х кратной чемпионкой мира По кикбоксингу И 2-х кратной чемпионкой мира По ММА Обладает титулом Лучшая женщина Тайбоксер мира Валя является Мастером спорта Международного класса По тайквондо И муай тай А также Мастером спорта России По боксу И дзюдо Для почетной гости Провели Небольшую экскурсию По карвину И рассказали о работе Фитнес-клуба Ведь здесь Членам Карвин спортклуба Предлагается Очень много услуг А в завершении Визита Менеджер Карвин спортклуба Леана Грещенко Вручила Валентине Шевченко Клубную карту На посещение Этого Замечательного Фитнес-клуба В общем Добро пожаловать В Карвин клуб Фитнес-клуб Премиум класса Номер один В Кыргызстане Не можете поделить телевизор дома? Второй не помогает Восьмизальный кинотеатр в Дордой Плаза Зал Аймакс И новый зал Долби Атмос С ошеломительным звуком Дордой Плаза Погрузись в другую реальность Погрузись в другую реальность Время нашей передачи подошло к концу С вами был Тахир Гафуров До свидания До следующих выходных Редактор субтитров А.Семкин